Расстояние не преграда. Познакомиться с культурными шедеврами теперь можно, не выезжая за пределы своего региона. С помощью современных технологий. На большом экране экспонаты Государственного исторического музея, что на Красной площади. Видеоряд сопровождается рассказом экскурсовода. Экран установлен в Дворце ветеранов. Такие экскурсии проходят каждый вторник. Виртуально можно заглянуть в Дом музея Воснецова, Самарский областной художественный музей, Третьяковскую галерею и многие другие. Такие интерактивные экскурсии всегда собирают полный зал. Когда я училась в Москве, я из Третьяковки вообще не вылезала. Да, я потому что бегала, ходила. Такие картины, они же за душу берут. А то, когда показывали наш, вообще Самарский музей, это чудо. Тем более я люблю ходить в наш музей. Программа реализуется при поддержке национального проекта «Демография», инициатором которого является президент России Владимир Путин. Способствует активному долголетию ветеранов. То есть они видят уже и цель возникает какая-то. Если есть цель, значит будут возможности, ресурсы. Пока на таком уровне, но очень хочется, чтобы они смогли воочию убедиться в том, как прекрасен мир, и что много интересного в нем есть. В зале не только ветераны, но и школьники. Посещать такие экскурсии может любой желающий. Вход сюда свободный. Каждый вторник открываются двери нового музея. Мария Левина, Николай Сидоров. Забытие.